Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Да, мы после десяти утра выходим в эфир. Уважаемые радиослушатели, еще раз доброе утро. Да, как мы уже говорили, мы начинаем программу «Личное утро». И сегодня в нашем личном утре генеральный секретарь Латвийского Красного Креста Улдис Ликопс. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну, а в эфире для вас работает Анна Смирнова, Олег Пек, и нам помогает Родион Золотарев за звукорежиссерским пультом. Напомню, с телефона прямого эфира сразу вы также можете нам звонить, уважаемые радиослушатели, задавать свои вопросы нашему гостю 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы в одном из интервью говорили о том, что культура жертвований в латвийском обществе, она очень низкая. Это было год назад, в интервью я читала. Что-то изменилось сегодня? Ну, нет, так нельзя сказать, что культура жертвований низкая. Вообще, в Латвии люди очень отзывчивые, и особенно в каких-то трудных ситуациях, больших несчастьях, люди очень отзывчивые, и очень быстро приходят на помощь. О низкой культуре мы можем говорить только в случае жертвований, например, одежды, которая иногда не совсем в хорошем порядке. То есть предметы, которые не пригодны для дальнейшего использования, они попадают среди пожертвованных вещей. У нас вот в этих пунктах сбора регулярно 10, 20, 30, а то и 50% пожертвований приходится утилизировать. В такой ситуации мы можем говорить о том, что, во-первых, спасибо, дорогие люди, которые все-таки находят время не просто выбросить, а себе ненужные вещи сдавать для дальнейшего употребления, но расценивайте, пожалуйста, то, что вы приносите. И эта расценка, она тоже ведь, ну, с какого поля мы оцениваем все это дело. Для одного это кажется еще очень хорошей вещь, а для другого, может быть, и нет. Хотя мы знаем эту пословицу о том, что для сытой мышки и хлеб горький. То есть, если человек уже начинает выбирать, то это значит, что он не в такой трудной ситуации находится. Хотя в отдельных случаях действительно неупотребимые вещи приносятся. И тут мы говорим о том, что, пожалуйста, думайте, что вы делаете. То есть они грязные, порванные. И грязные, и порванные. И бывают такие ситуации, когда, ну, можно понять, что это просто мусор собран, и пункт пожертвования ближе, чем мусорный ящик, за пожертвования не надо платить, а за мусор надо платить. Но это не такая доминирующая ситуация. В основном все-таки люди приносят и жертвуют то, что угодно, пригодно для дальнейшего пользования. Ну, не знаю почему, женская одежда и обувь более новая, мужская... Потому что у женщин, наверное, больше, да, вот вышло что-то из моды уже... Раньше меняется, да, и не доносится до конца, до такого состояния, что неупотребляемое. Очень много детской одежды, игрушек, колясок и всего остального, потому что дети очень быстро вырастают, и очень часто даже абсолютно новые вещи бывают. Ну, купил человек, думал, что будет пользоваться, не удалось. Тоже, в общем-то, женского больше, чем мужского. Скажите, вот, пожалуйста, господин Ликопс, как становятся главы Латвийского Красного Креста? Я знаю, что вы в 32 года возглавили санаторий Циру Лиши. То есть, ну, вот, в принципе, для... Ну, все-таки это было еще в советское время, 85-й год, но вот как... Да, это была большая карьера. То есть, ну, в принципе, в 32 года возглавят сразу санаторий, ведь это не каждому... И санаторий был большой. У нас до тысячи клиентов, как сегодня мы говорим, пациентов, в то время мы называли. Ну, жизненный путь, наверное, у каждого свой. Я, вообще-то, учился и начал работать врачом, но как-то жизнь застянула, и я пошел по организаторской тропе. Сам довольно долго переживал это. Ну, все-таки медицинская специальность, это, ну, хотите или нет, но все-таки в какой-то смысле это идея о том, чтобы спасать людей, помогать людям. Особенно в советское время эта профессия была такая, ну, благородная, что ли. И организаторская работа, ну, в какое-то время я понял, что я должен либо по одной, либо по другой дороге идти, пошел по организаторской. Ну, и потом, вот, шаг за шагом, пока я попал в Красный Крест, тоже благородное дело, но во всем благородстве все-таки есть какая-то часть экономики. Мы не можем говорить, что благородство можно сотворять с пустыми карманами. Для того, чтобы помочь другому человеку, тот, который помогает, должен быть сильнее того, кому он помогает. Ну, если вы, например, идете вдоль церкви, видите, что там на лестнице сидит человек, все равно какой национальности, все равно какого рода, все равно каких убеждений, и просит о помощи, то вы можете ему помочь, сунув руку в карман, если в этом кармане что-то находите. Но если карман пустой, вы никому не поможете. Можно ли назвать высшим таким пилотажем высшей меры благородства, когда человек не сильнее, как вы сказали, да, можно там религиозную, библейскую, вспомнить концепцию, когда женщина отдала там последние свои гроши и пришел богаче, отдал большую сумму, но вот жертва этой женщины, она была значимее, да, если так обратиться к таким писаниям. Ну вот, как вам кажется, все-таки можно ли это считать высшим? Во-первых, первое благородство – это когда человек помогает другому человеку, не прося за это ничего в ответ. И у нас, не знаю почему, но завелась такая традиция, что я вот, мол, поступаю в Красный Крест, что мне за это будет? Мы обычно отвечаем, не бойся, тебе ничего за это не будет, у тебя будет большая возможность помочь другим людям. Если ты ищешь организацию, которая будет тебе лично помогать, то ты ошибся адресом. Тогда надо искать те организации, которые созданы для того, чтобы помогать самим себя. А вот Красный Крест – это организация, которая помогает другим, помогает тем, которым помощь нужна, независимо от никаких качеств и показателей о том человеке, которому помогается. Помощь без надежды получить что-то за это, что кто-то тебя будет чествовать, будет благодарить, будет кланяться – это не помощь, это другое. Правда, я должен сказать, что в нашей организации очень много сотрудников, которые находятся на работе, которые за эту работу получают зарплату. Больше зарплата или меньше зарплата – это всегда дискуссия. В тот момент, когда было ликвидировано рабство, как таковое, и за работу начали платить, то работодатель и работодатель, они по своей позиции кардинально противоположные стороны. И в тот момент, когда работодатель, потому что работодатель всегда думает, что он платит слишком много, и работает человек слишком мало, а работник всегда думает, что получает слишком мало, и работать заставляет слишком много. Это такая перевеличенная позиция, но в тот момент, когда работодатель и работник договорились о том, что и одному, и другому интересно, вот тогда это работа. То есть наши работники не получают зарплату, зарплату конкурентную на рынке, какой он у нас есть. Мы все время говорим о том, что зарплаты слишком маленькие, и мы, как работодатели, в том числе говорим, что они маленькие, что их надо увеличивать, что мы должны конкурировать с другими похожими организациями и профессиями. Но это уже не благородство. Тогда, когда человек получает зарплату за то, что он делает, это его вольный выбор, то есть он заключил договор о том, что он что-то делает, то ли он кому-то помогает, то ли везет, то ли бьет барабан, все равно, что он делает. Он за это получает зарплату. И пока мы обе стороны согласны, это трудовые отношения, и с благородством тут мало общего. Но много у вас волонтеров в организации, именно тех, кто бесплатно? Волонтеров у нас, ну вот что значит много, по каким меркам, в килограммах, в тоннах или в чем, где-то около двух с половиной тысяч человек в Латвии. По сравнению с нашим количеством населения это, ну, средний показатель, как и везде, но в Латвии есть такая специфика, что этих волонтеров, я бы сказал добровольцев, легче набрать, и они более отзывчивы в каких-то трудных ситуациях. Но то же самое сейчас это COVID и все остальное. У нас было очень много людей, которые предлагали свою помощь. Мы предлагали людям какую-то помощь, и добровольцев было очень много. Есть другой аспект во всем этом, что из тех, которые просили о помощи, все-таки, опять-таки, надо сказать, что было достаточно много, а вдруг что-то можно получить бесплатно. Не потому, что надо, а вдруг. Привилегии какие-то дополнительные? Нет, ну просто вот привилегии. Это люди, которые пользуются ситуацией, ну, я не знаю, это грубое или не грубое слово, халявщик, это литературное слово. Литературное, да. Ну, оно конкретное, по крайней мере, в отношении. Да, ну я думаю, что тогда, а, ну тогда понятно, что это такое. Потом есть такая категория людей, которые повседневно нуждаются в какой-то социальной помощи. Но в нормальной ситуации они эту помощь не просили. То ли стыдно, то ли не умеют, то ли это люди, которые привыкли сами за себя отвечать, что вообще-то неплохое качество. И мы помогли состыковать их с социальными службами и оказать, ну, не только во время вот этой вирусной ситуации, но они будут получать эту помощь повседневно и после того, как ситуация и закончится. И потом есть категория людей, которым эта помощь именно в такой конкретной ситуации, как сейчас, действительно была нужна. И тем мы помогали тем, чем могли и в доставке продуктов, и в транспорте, и во всем остальном, что только этим людям можно помочь. И это категория людей, которые эту социального плана помощь после окончания чрезвычайной ситуации, им она не нужна будет, они и сами будут продолжать. Довольно часто была такая ситуация, что мы помогали и советом. Ну, например, бабушка не может сходить в магазин, а у нее есть сосед, который идет в магазин. Люди даже менялись, один день один идет, другой другой, но чтобы не всем ходить по магазинам, ну, то есть в рамках взаимопомощи. Ну, это как-то надо подсказать. Очень много мы работали в качестве руки на плече. Ну, то просто поговорить с человеком. Потому что люди были и есть по сей день, испуганные, не понимали, что происходит. Очень много и очень массово всякой информации во всех СМИ. Там все свет потух, и впереди ничего нет. И все эти огромные информации о том, что столько умерло, столько заболело. Если мы говорим об абсолютных цифрах, то они ничего, в общем-то, не поясняют. То есть разговор о том, что жизнь продолжается и что все происходит, она очень важная ситуация. Потому что, конечно, мы насмотрелись эти фильмы по всяким инфекциям, где там то ли вампиры, то ли какие-то другие рождаются от этих вирусов. Конечно, ничего похожего в этом нет. И такой элемент паники во всем, и даже истерии во всем этом существует. Но вот эти люди, которые просят помощи именно вот такой, я бы сказал, моральной, о котором это одинокие люди, которым не с кем поговорить. Вот здесь, вот как им помочь, то есть если это помогают волонтеры? Вы знаете, в той же Библии сказано, просите, и вам будет дано. Очень важно понять, какая именно помощь этому человеку нужна. Мы, конечно, не сотворим его одиночество в какое-то другое качество, он так и останется одиноким. Но мы можем вывести его на какие-то структуры, на соседей, на социальные какие-то, есть и кружки, и занятия, и все остальное, что в том числе спонсируется самоуправлением, особенно в больших городах, это очень возможное дело. Разные дневные центры, где человек все-таки не чувствует себя одиноким. Но для того, чтобы, во-первых, его выудить, найти этого человека, и чтобы его привезти в то место, где ему такая помощь будет оказана, человек сам должен желать это сделать. Если он закрылся в себе и в своей квартире, и непрерывно воспринимает информацию, что все плохо, все плохо, все плохо, закройте дверь, не выходите, ничего не делаете. Не выходи из комнаты, как по броске. Ну да, но человека, вы поймите, его не только физически, но его и духовно надо ввести в люди. И вот эта духовная часть, она даже важнее, чем физическая. То есть есть психологи, которые могут работать с такими людьми? Или каким образом осуществляют? Вы знаете, я за специалистов, конечно, и психологов, и всего остального. В тяжелых случаях. Но в реальной жизни это соседи, это окружающие люди, это, ну, не всегда по воробью надо стрелять из пушки. Психологам надо оставить работу, и в трудных ситуациях это действительно надо делать. Но те наши люди, которые вот особенно в первые месяца принимали эти звонки, они далеко не дипломированные психологи все. И чисто человеческий разговор с человеком на второй стороне, вы знаете, завтра тоже будет день, у нас свет не закрылся, и все будет хорошо, вы не волнуйтесь, успокоитесь. Это очень часто помогает больше, чем какие-то там особенные какие-то мероприятия. И потом, да, потом есть, может быть, отдельные ситуации, когда не только психологи, но и врачи нужны. То есть можно позвонить на какую-то горячую линию или как связаться? Да, у нас есть во всех домашних листах, в домашнем листе, все телефоны, они были опубликованы все время во всей чрезвычайной ситуации. Но эти звонки сейчас прекратились. Поначалу их было очень много. У нас там несколько людей работало, сейчас они практически... Вот такого плана звонок. Прекратились, и люди успокоились. Это самое главное. Но больше стало работы у вас с COVID-19? Конечно, да. То есть появились люди, которые... И дополнительные мероприятия, и дополнительная работа. Видите, государственные учреждения, банки, даже школа может работать удаленно. А мы социальную помощь удаленно никак не можем оказать. Ну как заменить памперс дигитально? Ну вот не придумали мы. Наши люди, которые работают на домашнем уходе, которые работают в кризисном центре, которые работают в ночных приютах, в витрезвителях, они работали повседневно, в прямом контакте с теми людьми, которым эта помощь нужна. Так они работали, так они работают по сегодняшний день. Ну вообще в период коронавируса можно было наблюдать, как мне кажется, опять же субъективно, особенно какое-то такое негативное отношение к людям без определенного места жительства. Несмотря на то, что вирус, он был привезен так или иначе из-за границы, но именно тех, у кого нет дома, упрекали в том, что они могут быть разносчиками инфекции и так далее. Ну, упрекнуть можно каждого в чем-то и нас с вами. Ну, можно тот, который говорит, что у него никаких своих птиц нет, у него две. Одна, что он не признает свою птицу, и вторая та, которая у него есть. То же самое, что эти линчевские суды на селе, где приехали из-за границы какие-то люди. Когда они работали за границей и присылали сюда деньги, все было в порядке. Когда они сами сюда приехали, потому что там работу потеряли, они стали, ну, отшельниками, что ли, их начали там камнями забрасывать и все остальное. Ну, в каком-то смысле это эти человеческие качества, что выиграет тот, который будет бить первым. А с другой стороны, ну, мы видим эти человеческие проявления. Но вот к жестокости вам приходилось сталкиваться вот в этот период особенно? Я бы не сказал, что особенно много. Жестокость она существует повседневно и существовала. Но вот сказать, что сейчас ее больше или меньше. Ну, может быть, да, такие проявления какие-то такого непринятия инакомыслящих или чего-то такого. Притом в этом опять-таки нет никакой разницы в национальности вероисповедания или там каких-то любых других качеств. Это присуще людям всех возрастов категории и национальности. У нас сейчас небольшой перерыв. Да, небольшой перерыв, потом мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Генеральный секретарь Латвийского Красного Креста Олдис Лейкопс сегодня в нашем личном утре. Вот, если можно, такой вот обобщающий философский вопрос вот о тех людях, которым вообще нужна помощь в обществе, откуда они появляются? То есть, по идее, ведь общество должно заботиться о том, ну, вот я имею в виду, что государство, власть, органы управления, чтобы все-таки человек мог сам заработать себе на достойную жизнь. И вот почему, откуда появляются люди, которым не удается это сделать? Это какая-то вот генетическая предрасположенность к тому, что человек становится, ну, вот, бомжем без определенного места жительства, потерял работу или у него низкооплачиваемая работа. Вот что происходит? Вы знаете, это, наверное, ответ, который был бы в цене Нобелевской премии. Если бы кто-то мог сказать, почему так происходит, и мог бы предложить решение этой проблемы, то это была бы Нобелевская премия сразу. Притом такие люди, которые, вот, как бы, не с собой справляются и обращаются за помощью общества, их, они были всегда, во всех временах, во всех античных, неантичных ситуациях, в ситуациях были свои люди, которые просили подачу и так далее. Если так первоначально. Среди них есть люди, которым действительно что-то там произошло в жизни. Сгорел дом, там погибли родственники, и, ну, не сложилась как-то жизнь. Но есть такое понятие, что не страшно упасть, страшно не подняться потом. И вот эта помощь подняться из какой-то трудной ситуации, это и есть то, что мы говорим, что мы делаем, что делает государство, что делает самоуправление. Правда, в последние годы, не только у нас, но и во всем мире, существует такое потребительское отношение к обществу. Ну, зачем работать, если, объединяя многие возможности разного рода помощи, можно заработать больше и получить, вернее, не заработать, а получить больше, чем работая какую-то очень простую работу, без особенных знаний, навыков и всего остального. Ведь когда мы смотрим данные службы занятости, тогда не в каждом месте, если предприниматель, например, обращается в эту службу за рабочей силой, то не так-то уж и просто все. Не все готовы начинать сразу работать. Вот этих директорских кресел у нас мало, не хватает на всех, которые хотели бы быть директорами, а просто работать. Какое-то время назад мы вместе с Советской Думой даже считали возможные пособия на такую среднюю семью, где родители не работают, или неполную семью, где один из родителей не работает, и там ребенок с какими-то даже проблемами, то там довольно крупные суммы получаются, не работая. То есть это вот то, что получают люди, не работая в качестве помощи государства? Да, не работая. Одно пособие, второе пособие, третье пособие, четвертое пособие, там за квартиру отдельно, за проживание отдельно, за то, за что коммунальные услуги. И получается так, что создается целая группа людей, людей, которые как бы не видят необходимости работать. Они лучше любого социального работника ориентируются в законах, в решениях кабинета министров и всех остальных, то есть какие льготы и какая помощь им полагается. Хорошо, если это группа населения маленькая, малочисленная, потому что большинство тех людей, которые эту помощь получают, они действительно должны получать, и у них действительно какие-то проблематические ситуации. Сказать, почему они в такую ситуацию попали, почему один стал миллионером, а другой стал нищим человеком, наверно трудно, кто в какой ситуации как сориентировался, кто получил, кто не получил какую-то помощь. Почему в одних государствах, например, с той же чрезвычайной ситуацией больше возможностей использовались государства как-то помогать другим, в других меньше. Это зависит от очень многих аспектов, и такого научного исследования я по крайней мере не видел. Почему именно так случилось? И я думаю, что эти чрезвычайные ситуации и все остальное еще очень долго людям и науке будут исследоваться, и мы услышим очень много разного рода заключений по этому поводу, что было так, что было не так, и Бог с ним, с этим ковидом. Я как-то даже предлагал, а давайте сделаем один день без слова ковид. Вот будем весь день обо всем, будем то же самое делать, будем то же самое говорить, будем помогать, будем все остальное, а вот это слово неупотребим. Один день в своей лексике. Потому что вы знаете, что вот по разным теориям, то ли это была обезьяна, которая спустилась с дерева, то ли это был Адам, которого изгнали из рая, это произошло где-то 70 тысяч лет тому назад. Ну, там еще идут споры, там есть какие-то более далекие фасилии или что-то такое, но приблизительно так. И все эти 70 тысяч лет, каждый год до осенью и весной люди болели простудными заболеваниями, и те, которые были старые и немощные, у которых были какие-то хронические болезни, они помирали. В большем объеме или в меньшем объеме. Мы это воспринимаем как порядок вещей, как это дело происходит, и никакую трагедию из этого никогда никто не делал. Вдруг мы видим такие глобальные учения гражданской обороны, которые раньше не были возможны, потому что такой коммуникации между нами не было. Этот новый вирус, он был как бы отделен от всех остальных вирусов, мы можем проследовать его пути, как он меняется, как он происходит, как он существует, но какие учения от этого мы получим? Конечно, то, что надо рук иметь каждый день, это ведь ничего нового. Да, но до этого люди этого не делали. Почему не делали? Ну, в таком количестве не делали. Сейчас все-таки это стало традицией. Извините, я бы так сразу не сказал. Я бы так сразу не сказал. Для каждого своя культура. Да, есть люди, которые гигиену соблюдают, есть такие, которые не соблюдают. Вот те люди, которые, например, у нас в этих ночных приютах, они и тогда не мылись, и сейчас не моются, и мыться не будут, хотя мы им эти возможности представляем. там важнее бутылка пива, чтобы опохмелиться, чем руки помыть. То, что не надо сразу целоваться с больным человеком, это тоже вроде бы и так понятно, но сейчас мы это как бы ходить в этих масках, тогда, когда они защищают то ли самого носильщика, то ли того, с кем он встречается, это тоже хорошее дело, и ничего плохого в этом нет. То есть, какие-то навыки мы из этого вынесем, и я очень надеюсь, что люди станут более гигиеничными, более осторожными, то, что надо соблюдать личную гигиену, то, что надо думать о своем именицете, что надо заниматься физическими управлениями, здорово кушать, здорово жить, здорово работать, это только хорошо, ничего плохого в этом нет. Надо ли в наручниках все это делать, тоже думая, что нет, но пока человек сам это не делает, его как бы силой заставляют, но из этой силы ничего не получится, насильно, все равно это все нельзя сделать. Любовь насильно, это по-другому называется. В Далгофилсе и, возможно, в других городах Красный Крест проводил как-то акцию, я читала об этом, в рамках которой проводились экспресс-тесты на гепатит B и C. Вот не было желания как-то закрепить, может быть, эту практику в дальнейшем? Это очень давно происходит, это есть одна из таких активностей в пределах общей системы, вот не могу на русский язык перевести веселый в своей цена, что нет этого слова на русском языке. Мы с профессорами русскими говорили, это как бы сохранение здоровья. И там есть и туберкулез, там есть и ВИЧ, там есть и гепатиты и все остальное, сердце всяческого рода дела. И это повседневные дела, которыми мы занимаемся. То есть сейчас тоже они проводятся, в том числе и в Риге? Они тоже проводятся, в том числе и в Риге, в том числе и в других местах, ну такого. Есть специальные программы самоуправления по улучшению здоровья, по сохранению здоровья и по здоровому образу жизни, у нас есть договора и с Рижской Думой, и с Долгопилской, и с многими самоуправлениями в Латвии, когда такие дела делают совместно с самоуправлениями. Вот у нас был однажды представитель Рижской Думы, который, рассказывая о социальных домах, вот обращал тоже внимание, говорил, что очень обидно, когда, ну вот новый дом, туда заселяют, ну вот социально неблагополучные семьи, и хронически выкручиваются лампочки в местах общего пользования, то есть люди выкручивают, чтобы вкрутить их в своей квартире. Был случай, когда новую сантехнику просто человек снял, продал, и затем стал требовать, чтобы ему снова установили вот уже другой унитаз. Вот такой вот какой-то, ну вот то, что люди получают. Люди продают и скручивают и выкручивают все, что возможно, в том числе свой паспорт, инвалидную коляску, все, что угодно. Когда-то это изменится или не изменится, я не думаю, что это можно как бы истребить до самого конца, всегда будет так, что туалетную бумагу из публичных туалетов уносят и ну так оно есть. Но есть ли сейчас какие-то предметы одежды, которые пользуются большим спросом? Ну может быть не только одежда. Ну традиционный спрос это всегда на мужскую одежду. Ну как вы вначале говорили, что ее всегда не хватает. И на обувь больших размеров. Почему-то ее больше всего не хватает. Когда мы своим партнерам в том числе из большой международной семьи Красного Креста, когда они нам что-то присылают, мы всегда говорим, что это такая вещь, которая пользуется особенным спросом. Но вообще-то это гуманитарная помощь, она все меньше и меньше места занимает в общем объеме помощи. если в середине 90-х очень обширно люди пользовались вот этой гуманитарной помощью, то сейчас мы видим, что уже и жители Латвии сами очень много жертвуют таких вещей с примечанием, что иногда и не совсем хорошие вещи жертвуются или отдается на вторичное использование. А так опять-таки каждый раз мы отдельно говорим о том, что нужно конкретно в конкретной ситуации. Ну, например, вот был этот большой кризис этих людей, которые приезжали и просили убежища из других стран, вот это этот кризис беженцев, беженцев, да, но они приехали осенне-зимний период в летние одежды, тогда мы из своих резервов собирали, отбирали и даже просили наши региональные структурные подразделения, чтобы они именно эту зимнюю одежду, перчатки, шарфы, куртки жертвовали и набрали, да, достаточно. Но опять-таки на следующем этапе начинается разговор, что не той фирмы, не того цвета, это значит, что человеку не нужно, что он вообще-то одет. Если он идирчив, разборчив. У нас есть звонки, здравствуйте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. Слушаем вас. К удивлению у вас сегодня потрясающий гость. Особенно поражает его объективность и честность в его мышлении. И хочу лично ему пожелать, чтобы он стал как минимум зам министра здравоохранения или благосостояния. Куча вопросов в стране будет решена, я в этом не сомневаюсь. Успехов вам и всего самого доброго. Спасибо вам. Спасибо за хорошие слова. Есть у вас амбиции какие-то политические? Нет, наверное, уже. Но какое-то время вы были ведь. Вы знаете, всегда хочется что-то сделать лучше, но амбиции спасти мир наверное ну каждый человек может сделать то, что он может сделать и в том месте, в котором он находится. Но вы разочаровались в политике? Читая, что вы были в такой реальной политике вообще-то никогда не был. Я был администратором, был человеком, который занимается такими административными делами. Политиком я ну в самом начале на уровне самоуправления был, но вот переодцировал еще, А потом нет. Но скажите вот эти 10 лет, которые вы возглавляете Красный Крест, вот что самое вы считаете главное, что удалось добиться за эти 10 лет? Ну во-первых, нам удалось Красный Крест вывести из-за экономического кризиса, потому что он был очень глубокий экономическом кризисе, потом я думаю, что нам удалось в каком-то смысле вернуться к истокам Красного Креста вообще как такового, что это вообще за организация, что мы сюда пришли помогать не себе, а другим людям, тем, которые помощь нужна, в том, что мы находимся на своих постах на какого бы этот пост не был, для того, чтобы делать то дело, ради которого мы сюда пришли, в том, что ни один человек в Красный Крест не приведен в наручниках, что добровольное мероприятие, если ты согласен и хочешь кому-то помогать, то помогай, но это не трагедия и ну в общем-то добровольное дело. Я действительно почувствовал и вижу, что люди отзывчивые, что люди хотят помогать. Правда, тут всегда надо помнить, что вот эти добровольцы, волонтеры, как бы их не называли, они готовы в таком более активном, больше объемистом объеме работать в чрезвычайных ситуациях, что вот такая помощь, она не может быть как бы повседневным занятием. Тут очень важно, что в Латвии население, так в большинстве населения гораздо беднее, чем в каких-то западных странах, и если например в Италии, в Германии, в Австрии добровольцы работают в том числе и на скорой помощи, в том числе и на психологической помощи и в разных других постах как добровольцы, то у нас такая повседневная работа добровольцем, она возможно раз в месяц, раз в неделю, на пару часов, но это не может быть повседневная работа, потому что как бы это странно не было, но человеку иногда надо кушать и штаны надевать и потом у них есть дети или внуки, которым тоже надо кушать и тогда мы должны говорить о каких-то вознаграждениях денежных в виде зарплаты. Еще у нас есть звонок, вызывайте наушники, слушаем вас. Добрый день, меня Сергей зовут. У меня такой вопрос, вот этот человек, который сейчас выступает. Это генеральный секретарь латвийского красного креста Олдис Лейкопс. О, очень приятно. Ну, он вызывает очень доверие, да, мне одному моему товарищу нужна помощь, я бы не отобращался, его, ну, как он говорит, отсылают, ничего, ничего, куда обратиться, конкретно можно, вот человек там больной и так далее, один остался, ну, такое. У нас, у нас в домашнем листе есть, есть телефон, по которому можно позвонить, если вы сейчас скажете свой телефон, вам обязательно отзвонят. Да, у нас же, слушатели, можно еще успеть перезвонить и продиктовать свой телефон для того, чтобы ему перезвонили и проконсультировали по этому вопросу, но в целом можно позвонить на горячую линию, или же... Да, у нас есть на домашнем, на нашем домашнем листе есть телефон секретариата, есть телефон, на который можно звонить и вам всегда ответят. Ну, то есть, заходите на домашнюю страницу Красного Креста, просто через интернет, через гугл, вбейте и вы найдете информацию. Домашний лист у нас очень простой, он международный, поэтому ни на латышском, ни на русском языке, это redcross.lv redcross.lv Да, через c и двумя аэс в конце. Английское имя Red Cross, Красный Крест. Ну что ж, мы будем надеяться, что наши слушатели удастся дозвониться и помочь своему другу в беде. Ну, в любом случае можно задать вопрос, он вам ответит, помогут найти правильный подход, то ли в медицинской, то ли в социальной службе, то ли через нас. Ну, то есть, получается, что вы не только сами оказываете помощь, но можете проконсультировать, куда нужно человеку обратиться. И очень часто эта консультация как раз важнее, чем сама помощь, потому что, например, люди, которые находятся за границей, то ли заболели, то ли домой не могут попасть, или как бы это ни было, этим делом занимается служба МИДа, Министерства иностранных дел. Медицинские вопросы помогают решать медицинские дела, там начинается все с семейного врача конкретной территории. Социальные, социального рода помощь всегда оказывают социальные службы, самоуправление, и тоже помогут выйти на возможные ситуации помощи. А в таких неясных случаях мы можем помочь разобраться, что к чему и как. Как, если у человека, который нас сейчас слышит, есть желание поучаствовать, вот как помочь стать волонтером или деньги? Тут же телефон, в том числе и сказать, что не нужна помощь, а я хочу помогать, и мы обычно отмечаем этих людей, отмечаем тот вид помощи, который они согласны оказывать, то ли он физически может что-то делать, то ли он специалист в какой-то сфере. Но действительно это так правда, что в данной последней чрезвычайной ситуации у нас этих возможных помощников было больше, чем реальная необходимость. И потом надо все-таки понимать, что, например, направить домой к чужому человеку, человека, которого мы сами не знаем, мы не можем, все-таки мы берем на себя какую-то ответственность за то, что тот, который придет, тот будет реально помогать, и то всяческие человеческие ситуации бывают. Так что знакомство это первый разговор, что надо, какую помощь нужна или какую помощь вы готовы оказывать. Но пожертвовать деньги тоже можно. Можно у нас тоже в том же домашнем листе есть номера и это самое, и всегда мы должны помнить, что пожертвование это всегда выбор того, кто жертвует. То ли он говорит, что это для какой-то конкретной цели, то ли для тех активностей, которые проводит Красный Крест. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что пришли. Генеральный секретарь Латвийского Красного Креста Улдис Ликопс был у нас в гостях. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. И успехов всем.